Все слышали поговорку «Готовь сани с лета». Когда мы говорим о начале лечения онкологии или о начале лечения тяжелых сложных заболеваний, очень важно продумать и проговорить с врачом о том, что ждет впереди, какие будут этапы лечения, какие будут последствия для организма. И в частности, в случае, если женщина или мужчина планирует в дальнейшем иметь детей, то ряд медикаментов или ряд техник, которые применяются в лечении, в частности онкологии, являются губительными для биоматериала. То есть для яичников могут быть последствия, то есть, соответственно, женщина может стать стерильной. Также и для мужчин есть ряд медикаментов, которые полностью лишают возможности в дальнейшем иметь детей. Поэтому это те вещи, на которые нужно существенно обращать внимание и проговаривать их с врачом до самого начала лечения. И зачастую можно заготовить биоматериал, сделать забор яйцеклеток или заморозить сперму. Но все это возможно до того, как лечение вступило в силу. К сожалению, это те аспекты, на которые пока еще на территории постсоветского пространства врачами уделяется очень мало-мало внимания этой проблематике. Часто пациенты сталкиваются с тем, что врач быстро-быстро назначает лечение, как бы все силы бросаются на то, чтобы победить болезнь. Но человек так устроен и вообще в принципе сейчас в Европе вообще по-другому к этой проблематике относится, потому что после лечения человек все равно возвращается к обычной жизни. Ну, при условии, конечно, что лечение было успешным, особенно когда мы говорим о молодых людях, то спустя 5-10 лет после лечения у пациента могут появиться совершенно другие желания, появиться совершенно другие потребности, может измениться семейное положение, какие-то могут быть новые обстоятельства, при которых, естественно, человеку хочется жить дальше, строить новые планы. И очень обидно, когда уже восполнить пробел невозможно. То есть зачастую эти все вопросы нужно решать до начала лечения, даже если в моменте вы думаете, что вы никогда не соберетесь рожать или не соберетесь заводить детей, тем не менее лучше оставить для себя эту возможность, нежели чем до конца закрыть эту дверь и в дальнейшем пожалеть и не смочь воспользоваться этой возможностью в будущем. Вот в частности в Бельгии врачи всегда до начала лечения всегда обговаривают этот вопрос с пациентом. Причем вопреки всем ожиданиям, вот у меня была пациентка, которая обратилась уже несколько лет назад, это было на том этапе, ей было уже 42 года, у нее было двое детей, и тем не менее врачи задали вопрос относительно того, не собирается ли она в ближайшем будущем заводить детей, то есть каковы ее планы, каковы ее намерения. То есть этот этап обсуждается вне, скажем так, даже строгости диагноза. То есть зачастую врачи предупреждают о том, что такая возможность есть и о том, что какие будут последствия от предложенного ими метода лечения. Почему я еще обращаю такое внимание на этот вопрос? Потому что он связан не только с репродукционной функцией, он связан с массой других вещей. При выборе терапии могут предлагаться разные методики лечения, и когда врач обсуждает, когда есть опциональность больше, чем одного подхода, то есть, например, если есть хирургия и лучевая терапия, то тут врач должен объяснить пациенту преимущество одного метода, преимущество другого метода, а также и их побочки, и отрицательные стороны. Что, например, этот метод, хирургический метод, дает больший шанс удалить опухоль, дает больший шанс остановиться там и так далее, но, например, ограничивает какие-то двигательные функции или какие-то еще функции организма. И, соответственно, например, лучевая терапия позволяет не худшим образом убрать опухолевые клетки, но при этом меньше влияет на двигательные функции и так далее. И в итоге пациент становится информированным. То есть когда вот такой вот диалог происходит, то есть это самое главное, чтобы все аспекты того или иного этапа влечения вам были изложены заранее, чтобы не получилось такого, что вы захотели детей, но уже поздно. То есть вам нужно брать донорскую лицеклетку или в случае мужчин нужно брать донорскую сперму или как-то еще выходить из положения. То есть то же самое с последствиями других действий. То есть что если хирургия привела к тому, что орган перестает двигаться, то есть там, например, малофункциональная рука становится или в случае, когда мы говорим про раки головы и шеи, что, например, теряется речевая функция или речь становится смешанная, эти все вещи переживаются легче, и пациент к ним подготовлен, когда он это с врачом проговаривал. Так же, как, например, при раке щитовидки бывают случаи, что при ее удалении задеваются голосовые связки, и человек или плохо разговаривает, или даже в редких случаях, но тем не менее, может быть даже утрачена возможность разговаривать, да, то есть издавать должные звуки, или как бы корректировка вот такая происходит, но эти все вещи необходимы, чтобы пациент о них знал заранее, тогда и переживается ли это легче, и претензий как бы получается, и к врачу, и к себе меньше, потому что часть методик, опять же, пациент может выбирать те или иные подходы вместе с врачом, но для этого нужно, чтобы этот диалог состоялся, нужно, чтобы эти все нюансы были выведены на поверхность, поэтому я четко совершенно выступаю за то, чтобы до начала лечения вы правильно подготовились к визиту врача, и если у вас уже стоит как бы сложный диагноз, когда вам уже предложены те или иные методики лечения, чтобы вы все-таки все вот эти вот вопросы о дальнейшем качестве жизни задали заранее, и, соответственно, если врач говорит, что при данном методе есть высокий риск того, что у вас произойдет то-то, 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 самое главное, что вы должны тоже со стороны осознанного пациента, да, как бы информированного пациента задать, это есть ли какие-то другие альтернативы, есть ли какие-то другие подходы, можно ли как-то еще решить этот вопрос, и если возможно, то как? То есть вот эти вот все плюсы и минусы, они должны быть оговорены заранее. С вами была Екатерина Баслева, я на своем канале делюсь своим более чем 20-летним опытом по сопровождению пациентов на лечение за рубеж, здесь я создаю сообщество, с которым я делюсь своим опытом для того, чтобы информированность пациентов росла, моя деятельность как адвоката пациента нацелена на то, чтобы вы грамотно и правильно пользовались системой здравоохранения и обращали ее именно на свою сторону, чтобы вы могли правильно задать вопрос, чтобы вы могли правильно разобраться с тем, какие у вас есть опции, и чтобы вы подходили к заболеванию, как к любому другому сложному и комплексному занятию в вашей жизни, ни наскоком, ни с закрытыми глазами, ни со слепым доверием, что вот вам первое, что сказали, то вы и сделали, а чтобы это была грамотная структурная работа, чтобы вы подготовились заранее, чтобы как можно меньше ошибок было совершено, и качество жизни было максимальным, и при этом заболевание тоже было побеждено. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пересылайте, если вы знаете кого-то, кому это может быть полезно. На канале много плейлистов, которые посвящены симптоматике, профилактике заболеваний. Также по ряду заболеваний уже есть целое видео, готовится еще целая серия, поэтому на Фейсбуке и Инстаграме у меня тоже ряд постов, которые помогают правильно подготовиться к приему врача, правильно подготовить свой анамнез, ну а также видео моих пациентов, которые тоже рассказывают о том, с чем им пришлось столкнуться, и как они справились со своими заболеваниями. Подписывайтесь, ставьте лайк, и жду вас в следующих видео.